Космическая погода Если говорить текущий момент, то Солнце вообще работает по такому графику примерно 11-летний цикл. Идет активность вверх, потом спадает. Опять вверх, вниз. И вот между пиками, или максимумами, или минимумами примерно 11 лет. Были и 8, были и 13. В среднем получается 11 лет. И такая закономерность идет. Это дает возможность кое-что предполагать. Чего ждать. Вот мы сейчас идем в минимум этого солнечного цикла. Сейчас все спокойненько. В основном все спокойненько. На Солнце, если сейчас сказать, то последние две недели вообще ни одной вспышки не было. Все знают, вспышка, да, и, соответственно, последствия, буря и так далее. Сейчас нету вспышек. И бывают промежутки, когда вообще на Солнце нет этих пятен, нет вспышек. Все спокойно. Правда, есть другие, так сказать, источники, о которых мало кто знает. Вот как раз есть, кроме этого, что вспышки, есть еще корональные дыры. Если в активной области магнитное поле сильное, оно замкнутое из точки в точку, и когда нарушается равновесие, больше идет энергии изнутри, из недр Солнца, то рвется это магнитное поле, выбрасывается и электромагнитное излучение, и плазма, радиация идет к нам, и тогда уже действительно там идут последствия. А есть области на Солнце, у которых магнитное поле направлено в бесконечность. Они не замыкаются, а наоборот уходят. И получается, из этой области солнечный ветер или солнечная плазма выходит с достаточно большой скоростью, но меньше, чем при взрывном процессе, и идет тоже к нам. И, соответственно, если попадает на Землю, это примерно четверо суток, когда мы заметили напрямик, вот пошло четверо суток, и начинается у нас буря. Но корональная дыра может дать только малую или умеренную бурю, а всего пять градаций. Никогда большую, очень большую, если члены большую, корональная дыра, у нее не хватает энергии. Вот поэтому надо сразу сказать, если... А сейчас работают только корональные дыры. Все. Поэтому все бури маленькие, но они регулярные. Для нас, прогнозистов, это, в общем, изумительная ситуация, потому что вот солнце вращается вокруг своей оси 27 суток. Если есть она корональная дыра, она живет очень долго, несколько месяцев. И вот она появилась, отработала, ушла на ту сторону, и через 27 дней она придет и опять даст бурю. Мы в последнее время, значит, наполовину шутим, людям говорим, четвертого, пятого, магнитное буря. Следующее буря будет 31 декабря, 1 января. Потом следующее будет 27 января и так далее, и так далее. То есть мы с большой долей уверенности и точности можем говорить, что будет. А ситуация сейчас такая, что, ну, есть вероятность некоторая того, что что-то произойдет, там разовьется какая-то область, будут вспышки. Но она очень низкая. Кстати, надо вспомнить, что вот солнце как раз и напомнило одну вещь. Надо очень осторожно подходить. Значит, вот действительно не было вспышек, были прямо целые промежутки, когда ни пятен, ничего нет, только вот корональные дыры шли. И вдруг, начало сентября 4-го, с 4-го по 9-е всплывает область, большая, мощная, развивается на наших глазах и начинает стрелять. Дает хорошие вспышки, ну, вспышки, которых не было, допустим, по мощности уже 15 лет, потому что мы проходили вот это все, уже в минимум ушли, да, и все спокойненько. Были хорошие вспышки. Нас только спасло то, что мы заранее это уже увидели, и всех, кого надо, предупредили, потому что все были во всеоружии, и это все прошло спокойно. Хотя, конечно, ажиотажа в средствах массовой информации было очень много, но чем можно, так сказать, хороший осадок, что никто не пострадал, потому что все, на кого действуют, все заранее были предупреждены. А вот этот сам факт, он говорит о том, что в любой момент, и это подтверждают наши данные многолетних наблюдений на других циклах, в любой точке цикла и в максимуме, и в минимуме, и на любой, на подъеме, на фазе спада может такое быть. Солнце может, если оно захотело, оно сделает, и, соответственно, могут быть неприятности. Поэтому в любой момент, в принципе, существует определенная вероятность. Ну, пока мы сейчас не видим таких предпосылок, но все может быть. Есть маленькая вероятность больших бурь, но в основном с большой вероятностью будут идти малые бури, которые имеют минимальное воздействие на системы земной цивилизации. То есть природные, техногенные и биологические системы более-менее в щадящем режиме. Мало того, еще что хорошо, эти все циклы, они имеют определенную, так сказать, амплитуду. И вот сейчас мы наблюдаем наш цикл, который мы сейчас уже прошли, он был почти в два раза по амплитуде меньше, чем предыдущие. И, соответственно, есть некоторые, так сказать, закономерности, которые там из предыдущих, так сказать, наших и не наших наблюдений, есть предпосылки, что и следующий цикл будет такой же, и, наверное, второй, то есть они, и третий будут слабее. Нас немножко почти, даже максимуми таких страшных вещей не будет, как, вот, допустим, сейчас называется 24-й цикл, а вот, допустим, 19-й или 23-й, вот они были очень суровые. Там действительно было о чем, так сказать, поговорить, и это действительно воздействовало. Сейчас надо спокойнее относиться. Да, могут быть всплески, но это уже проще. Тем более у нас есть и возможность, и другие инструментальные возможности. Вот не все знают, что мы, допустим, сейчас не только смотрим на Солнце так, но мы увидим его и с обратной стороны. Конечно, не благодаря нашим успехам, а успехам американцев, которые запустили систему спутников Солнца. То есть это как планета. Одна пошла, значит, перед нами по нашей орбите, другая установка наоборот. И вот они сейчас уже прошли сзади Солнца, но все равно нам показывают обратную сторону. Если что получится, мы заранее, не только когда Солнце появится и будет, а мы уже заранее можем узнать точно, что там что-то такое есть. Это нам уже звоночек, мы дальше будем внимательно освидеть. В любой момент, на любой фазе Солнечного цикла могут произойти катастрофические события. А суперкатастрофические, действительно, они случаются очень редко. Действительно, последнее, это называется событие Карингтона в 1896 году. После этого больше таких событий практически не было. Если говорить вообще про наблюдение Солнца, то, конечно, первый – это был товарищ Аристотель, который через стеклышко посмотрел на Солнце и сказал, что там какие-то пятна есть, и все. Так, дальше очень длительный промежуток времени наблюдали монахи в монастырях. Это тоже надо понимать, что это большие ученые были. Ну, может, так было построено. Конечно, правильные наблюдения ведутся, ну, буквально, действительно, последние 150 лет. Поэтому доверие к тем данным, которые были, там, допустим, говорят, был маундерский минимум, когда там все замерзало в Европе, там, каналы в Голландии и прочее. Почему было и так далее. В общем, доверия к этим данным особого нет, поэтому надо, действительно, спокойно. По статистике надо иметь, но не менее 10 циклов. Ну, дальше мы понимаем, да, сколько это. Просто минимум, а лучше больше. Поэтому, конечно, если брать другие вещи, то геомагнитные наблюдения узаконенно стали вестись по одному, так сказать, по одному алгоритму во всем мире, 1936 года. Так, наблюдение радиоизлучения Солнца только в 1947 года. Опять же, все, и поэтому говорить что-то. Но, тем не менее, мы, это учитывая, это все равно делаем. Потому что мы какие-то закономерности видим. И лучше или хуже, но мы учтем это. И, в общем, мы даем прогноз, который, в принципе, всем нужен, и он срабатывает. Так что, ну, заниматься этим делом надо. Тем более, надо накапливать для будущих поколений тоже материал. Для техники у нас есть люфт. Если на Солнце что-то происходит, выброс вещества, а в это выброс вещества главное, что летит и начинает горюжить нашу защиту, мытосферу, иносферу, и идет на Землю. Это получается, как раз, колебание от мытосферы. Это и есть колебание магнитного поля, которое называется магнитное буря. Так, то у нас, по нашему же опыту, самый быстрый – 19 часов. То есть у нас есть запас. Мы всегда этим можем воспользоваться. Это железно. Непосредственно еще, опять же, висит в точке либрации, где притяжение Солнца и Земли, уровня вершится полтора миллиона километров перед Землей. В точке, которая постоянно никуда не уходит, стоит аппаратура американских два спутника, Эйс и Соха. Вот, они, этот поток, который летит, они засекут, и у нас, опять же, будет запас, по крайней мере, 40-50 минут. Это уже второй, потому что мало ли, что вылетело, может, куда-то немножко не так, там, краем заденет, а это уже точно будет. Есть, значит, для техники можно как-то. Вот, а, допустим, какая вещь космическая, да, наша промышленная, ну, в смысле, то, что летает в космосе. Так, самый простой способ – это временно отключить питание, потому что это плазма, которая летит, радиация – это поток, мощный поток заряженных частиц. Они скапливаются на поверхности космического аппарата, проникают внутрь, и направленное движение заряженных частиц – это ток. Этот ток может не подружиться с током, который работает внутри космического аппарата. Замыкание, пробой, и, соответственно, космический аппарат превращается в элемент космического мусора. Все, так, поэтому есть возможность, в принципе, такое делается, особенно в Америке, когда были большие бури, вот, примерно, 1999 по 2001 год были очень большие бури. Вот, американцы, это было видно, и, как раз, данные, которыми мы пользуемся, они в это время отсутствовали. Ну, мы все равно, даже, мы же понимали, что ситуация напряженная, ждали, пока они выключат, то, что давали уже прогноз, буря, буря, она и будет. Вот, это так, значит, для людей еще спокойнее ситуация. Значит, человек создан так, что у него существует масса адаптационных механизмов. Мы все время живем, и у нас все время идут процессы, вот, приспособления к окружающей среде. И, обратите внимание, человек, один и тот же человек может на экваторе, это самое, там, в Таинланде присказаться в воде, а потом поехать на Таймыр и там рубить вечную мертвоту, да? И он будет приспособлен, даже, потому что сработает все. Значит, и в основном это все, конечно, работает у молодых, здоровых людей, они не замечают. Даже большие бури, в принципе, и вся статистика, которая по последствиям на человека, она строится на людях пенсионного, примерно, возраста, те, которые отягощены, так сказать, опытом большой жизни, ну и, конечно, сердечно-сосудистой патологии. Там, да, этим людям надо быть на чеку, понимаете, значит, для этой цели, вот, мы провели с медиками нашими, ну это вот Сеченевская медицинская академия, там, значит, преподаватели, и на базе Щелковской районной больницы, там у них очень хороший отдел, как раз кардиологии, 60 койко-мест, это уже тоже статистически значимые результаты. И в несколько лет проводилась кропотливая работа. Значит, наша задача была только давать прогноз, когда буря будет, и, естественно, подтвердить, когда она началась, и когда закончилась. А пациенты находились, были разделены на три группы, контрольная и две, которые давали кое-что, то есть особое. Вот все получали одинаковое лечение, высококлассное, но со всеми велось дополнительное исследование, они не знали, кто к кому-куда относится, так. Вот холтеров вешали, это самое, суточное, проще наблюдение, там, по каким-то заполняли какие-то опросники каждый день, то есть все время, даже, мало того, эти девушки, которые, вот, кардиологи, они, людей, которые выписывались, они их все равно отслеживали дальше, и, в общем, ну, чтобы набрать статистику, так. Одна группа была, которым давали одно вещество, ну, фармакологическое, другим другое. Специально, чтобы можно было проверить, так, и потом обрабатывали все эти данные специальными метами, ну, как, не эти медики, а специалисты, именно математики, обрабатывали и выясняли закономерности. И получилось, что, ну, я могу назвать это вещество, это мелатонин. Ну, лекарственная форма называется мелоксен. Она у нас вырабатывается одной из желез в голове. Это гормон, в общем, сна, грубо говоря, вырабатывается только во время, в темное время суток. Почему говорят? Надо хорошо спать. Когда человек спит, то у него этот мелатонин вырабатывается, и он приводит, опять же, к гармонизации всех органов, всех клеток, всех систем организма. Вот как раз во время сна. А им давали дополнительно людям, когда именно шла буря. Потом отменяли. Ну, а там в третьей группе давали витамин Е, который тоже является некоторым, ну, антиоксидантом, в общем, такое. И вот получилось данные статистические такие, что как раз кто получал мелатонин, вот у них все проходило намного спокойнее. И все показатели, так, абсолютно не было за время, так сказать, лет наблюдения, не было смертельных случаев, в отличие, по сравнению с теми двумя группами. По этому поводу у нас есть патент Российской Федерации, вот, совместно. Значит, там, так и называется, способ, способ борьбы с инфарктами, миокардами и сердечной недостаточностью. Вот, в принципе, его можно, значит, использовать. Мы, исходя из этого, еще мало того, у нас работают два бесплатных телефона автоответчика, чтобы людям они могли, вот, это все не просто, ну, кто-то может в интернете получить это, а можно просто набрать номер и позвонить в любое время суток. Будет сказано, значит, что сейчас происходит, то есть наш прогноз, что было, что сейчас идет, наш прогноз и текущее все, и мало тысячи дается, у нас метеостанция стоит добавочно, чтобы люди понимали давление там вверх-вниз, потому что это еще для инсультников важно, вот, когда еще буря, да еще если там давление пошло резко вниз или вверх, вот, люди, в принципе, могут бороться. Так что, в принципе, защита какая-то есть, надо только и разумно пользоваться. Мы, все народ, стараемся успокоить в любой ситуации, потому что, вот, мы, в общем, по-простому, вот, начинают, вот, я там чувствую и так далее. Мы знаем, почему люди чувствуют, особенно в России и в Союзском Союзе, у нас страшно много метеозависимых людей, потому что у нас такая традиция, у нас люди очень сильно доверяли средствам массовой информации. Не может телевидение или радио соврать или в газете напечатать какую-то, да, лажу, фейк, как сейчас говорят. Не может, это, их накажут. Не понимают, что сейчас это сплошняком и идет. Вот, у нас это вера. И все сказали, значит, все будет. А все журналисты, которые к нам приезжали, приезжали, особенно когда были хорошие события, они очень аккуратнее к концу писали, а на что может действовать? У них такой список длинный, вот. И начинают потом любая буря, и они вбрасывают и начинают. Ну, я знаю просто конкретно, говорят, а чего вы нам начинаете успокаивать? Нас начальство не поймет. Мы же должны зарабатывать деньги, а не просто так ездить. Я вам приведу вот интересный, опять же, пример из нашей деятельности. Прошлый минимум солнечной активности. 2009 год. Так? Ничего не было. Мы сидели и вот придумывали каждый день, как написать. Магнитное поле Земли оставалось спокойным. Оставалось очень спокойным. Или и будет спокойным. Вот вариантов не было. За все время было четыре бури, которые еле натянули до бури на пределе. Четыре. Так? Вот. Во всем мире все наши коллеги зарегистрировали четыре бури. Везде проставлено. Вот. Но в России было девять бурь. Вот. И творцами этой бури были российские средства массовой информации. Они пускали утку. Им же скучно. Ничего сказать. Вот. И они давали. Как сказали какие-то английские ученые, или ученые НАСА, или японские ученые. Они там, ну, даже японские ученые сделали там телескоп, который стал с большим разрешением. Ну, и ученый сказал просто, говорит, мы сделали такую аппаратуру шикарную, мы так радуемся. Мы сейчас можем такие мелочи, которые раньше не замечали на Солнце, а мы теперь можем заметить. Наши. Заметили, и уже полетело. Вот мы только занимались тем, что делали опровержение и так далее. Вот. Пример. На пустом месте. А люди у нас, получая такую информацию, начинают болеть. Железно. Опять же, исходя... Просто я уже так вам рассказываю. Вот. Опыт. Мы работали с... Есть такой госпиталь ветеранов-воин. Где там это? На Востоке. Громаднейшее здание семиэтажное. И там второй медицинский институт держал даже представительство кафедры. Кардиология, опять же. И они следили. Ну, и вышли на связь. Мы давали тоже им прогнозы. И все. Вот. И однажды мне звонит оттуда профессор и говорит, а что-то вы это самое в прогнозе ошиблись. Говорю, как? Все спокойно, ничего нет. Нет. У нас все легли. Все отделение лежит. По объективным показателям, понимаете. Да? Все лежат. Вот. Ну, что, начали разбираться. Виновата то, что там же лежали люди, которые, знаешь, правильные. Утром встал, зубы почистил, спустился вниз, купил газету и прочитал ее. Все. Вот. Нашли аргументы и факты в то время. Вот. Публиковали на неделю прогноз. Они раз в неделю выходят. Соответственно, нашли какую-то девушку, которая давала на неделю прогноз. Ну, а у нее фантазии хватало. Нельзя же все время одно и то же. Она там где-то что-то давала. Вот, значит, они утром пришли, получили. Завтра буря. Всем же надо было сообщить своим. Вот. И недружно в этот день легли. Потому что получили информацию. Вот. Яркий пример. У нас еще и другие есть примеры. Просто не будем загрязнять и флешку забивать. Поэтому в мире по-другому совершенно спокойно. Вот американцы, допустим, у них есть сайт для любителей. Вот. Бурь там и так далее. Очень хорошая такая популярная информация. Вот. Сейчас они вроде перестали. Ну, сейчас и бурь нет. А когда были нормальные бури, они еще они писали. Ожидается буря. Так? Значит, и примерно время. Ну, в эту ночь с такого-то на такое-то можно будет увидеть полярное сияние в таком-таком штате. Значит, объявляется конкурс на лучшую фотографию полярного сияния. Присылайте сюда. Человек... Потом выставляли. Вот. Такой-то. Такой-то. Вот. Получил, сделал самый лучший. Все. Страшилок, пугалок там такого нет. Не надо это людям. Люди понимают, это обычное существование. Мы же... Все бывает. И гроза бывает, и ливень бывает, да, и мороз, и, может, неожиданно. Вот. Ну, это жесть. Надо спокойно к этому относиться. А мы... Наша задача, вот как раз... Хорошо, что, так сказать, вот у нас центр есть, да. Мы, кого нужно, всегда заранее предупредим. Причем, даже можем немножко этим гордиться, потому что, допустим, есть такая организация Газпром космические системы. Это Ямалы, спутники. Вот. С 2006 года, как мы, после очередного у них там было очень большие неприятности, мы познакомились, с тех пор мы их, так сказать, информационно поддерживаем. Все неприятности, которые могли стучиться бы с этими спутниками, вот. Все были нивелированы тем, что приходила им информация заранее. Там речь шла об ориентации, потому что это гистонарные спутники, которые дают, обеспечивают связь, в общем, на половину земного шара. и если время будет, там всего может нарушиться ориентация, то сигнал уйдет, это у них большие потери будут, а если уйдет совсем, то вообще спутник, а спутник, по крайней мере, 2-3 миллиарда стоит. Соответственно, потери большие. Вот мы давали им прогноз, каждый раз предупреждаем, они сбрасывают автомат, который там стоит, вот, по звездам, потому что солнце забивает эти звезды, вот, они переходят на ручное управление и с земли начинают удерживать вот джойстиком двигатели малой тяги, ориентируют и спасают. До сих пор вся эта система работает, слава богу.